Легализовать деятельность предпринимателей и минимизировать теневой сектор экономики. Об этом шла речь на заседании Межведомственной комиссии по безопасности. На этот раз члены правительства и эксперты затронули отрасль экономическую. На сегодняшний день теневой сектор прекрасно адаптировался к экономической ситуации. И поэтому, наверное, мы можем это вполне громко сказать, откровенно сказать, он способен где-то даже конкурировать по масштабам с официальной экономикой. Согласно докладу, который подготовил Центр стратегических исследований, больше всего предприятий с теневой экономикой наблюдается в обрабатывающей промышленности, торговле и недвижимости. Налоговые потери только за 2016 год составили почти 3 миллиарда рублей. Проблемы видят в несовершенстве и нормативно-правовой базы. До настоящего времени отсутствует на федеральном уровне какая-либо правовая база касательно теневой экономики. Терминология, разновидности, методы и способы минимизации ее негативных последствий для человека, общества, государства. Изменения нормативно-правовых документов требуют решений и на федеральном уровне. В регионе видят другой неиспользуемый рычаг воздействия на теневую экономику. Помогут в этом профсоюзные организации. Они, по мнению экспертов, помогут работодателям не экономить на своих сотрудниках и избегать серых зарплат. Малый и средний бизнес, он профсоюзным движением не охвачен. Чем занимается профсоюз? Никому не нужным обучением, какими-то конференциями, еще чем-то. Как это влияет на легализацию заработных плат? Никак не влияет. Почему те же самые профсоюзы не идут в коммерческие предприятия? Почему они не работают со средним бизнесом? Почему они не показывают арифметику руководителям предприятий? К обсуждению вопроса привлекли коллег из других субъектов. Своим опытом поделились Вологодская и Астраханская области. Как показывает международный опыт, пути решения данной проблемы есть. Это изменения системы налогообложения, системы исчисления зарплат и работы профсоюзов. Дарья Сударева, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.